Ну что ж, аудитория разнообразная, с очень разными рабочими местами, с очень разными рабочими задачами, с очень разными личными устремлениями. И при этом всех вас, всех нас объединяет одна и та же история. Всех интересными для него, кому-то интересно, потому что они сами миллион, кому-то интересно, потому что к ним приходят работать, давать деньги, общаться, коммуницировать и так далее. У нас не так много времени, полтора часа пролетят незаметно, поэтому постарайтесь сделать одну простую вещь. Если у вас есть какие-то вопросы, не забудьте их задать в процессе нашего выступления, в процессе общения, потому что, ну часто бывает, вот собираешься, собираешься, задать как-то неловко, 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 оп, время кончилось, все спасибо, все разошлись, и остаешься с незаданным вопросом. А это плохая идея. Вопрос должен быть заданным. Итак, с чего бы я начал? Начал я с такого, в общем-то, незатейливого утверждения. Ой, вот не с этого. Вот не с этого бы я начал. Вот с этого. С моей точки зрения, миллионы – это самое честное поколение. Скажите мне, пожалуйста, а вы с этим согласны или нет? Ведь все же сталкивались. Либо с миллионами, либо вы сами являетесь миллионами. Да или нет? Я наставлю микрофон. Когда я говорю «самое честное», это не значит абсолютно честное. Давайте прямо, да. Оно, наверное, самое честное из большинства представленных сейчас поколений, с которыми мы можем общаться. Но это не значит, что мы это разведем абсолютно. Ну а теперь, когда моя небольшая провокация не совсем удалась, я ждал, что кто-нибудь скажет «нет, это неправда, не такие сякие». Ну не будет. Да? Мы услышали много хороших типов словами «Миллениалов». А теперь я пару слов скажу о себе. Надо все-таки как-то познакомиться. Не только мне с вами, но и вам самому. Вот. Это большой красивый слайд. На нем написано «Чистая правда». Вот. И именно поэтому я считаю, что я вполне могу разговаривать про «Миллениалов». Я много с ними работаю. Вот. У меня есть отдельная коучинговая тема. Потому что работа коуча с «Миллениалами» она очень сильно отличается от работы коуча с поколением «Микс». Вот. Ну и вообще так получилось, что с «Миллениалами» я сталкиваюсь часто, регулярно и в различных аспектах своей профессиональной деятельности. И как коуч, и как тренер, и как консультант. Вот. И я не могу сказать, что это всегда просто было для меня. Нет, это не всегда просто. Потому что я не «Миллениалов», я поколение «Х». И некоторые свои установки мне тоже пришлось корректировать в свое время, по мере того, как я знакомился с ними. И этим опытом я тоже придусь в старт. Для того, чтобы мы однозначно понимали, где границы поколений, небольшой слайд. Здесь, как правило, возникают вопросы. А так ли это? А мы читали в каких-то книжках другие возрастные границы. А почему мы указали именно эти даты? Поэтому я сразу поясню, откуда это взялось. Это информация, которую железно предоставляет рынок Евгения Шанис. Один из лучших, если не лучший на сегодня, экспертов по теории поколений. Именно применить на к России. Евгения занимается несколько отличными от того, чем занимаюсь я вещами. Она более широковещательна. Ее интересуют большие группы, большие выборки и некие системные установки. А у меня все-таки задача донести чуть больше прикладных аспектов работы с теми иными поколениями. И показать вам, что то, что работает на больших выборках, не всегда может работать с конкретным человеком. Это тоже надо учить. Но, что я могу сказать, да, почему так? Потому что в России, в отличие от, скажем, Соединенных Штатов, был несколько другой культурный контекст. Более того, Россию мы стали тоже относительно недавно. До этого был Советский Союз, многие другие. И насколько человек, на каком поколении он будет относиться, это примерно тот десятилетний возраст по процессу формирования этого. После десяти лет, когда появляются первые элементы критики у человека, когда он уже сформированный, пусть не до конца личность, но с возможностью критично смотреть на ситуацию, очень трудно повлиять на особенности восприятия, на реакции, которые характерны для того или иного поколения. Ну, а у нас происходило все это не совсем так и в Соединенных Штатах. Поэтому и возрастные границы сдвинут относительно того, что можно почитать, скажем, в англоязычной литературе. Это даже не повод для дискуссии. Это просто факт, который зафиксирован большим объемом исследований на хороший выбор, статистически достоверной истории. Поэтому я предлагаю не обсуждать это, а принять как факт, что мы руководствуемся вот этим. Кстати, а почему Ильцов обозвали так любопытно, с ключом на шее? Кто скажет? Последнее поколение, которое испытывало больше ответственность за себя и за одного парня. Потому что почти у всех нас, правда, был ключ на шее. Родители на работе, тут веревочки, здесь ключ от дома. Пришел, открыл, чтобы не потерять. То есть, да, конечно, про ответственность все правильно. Но эта история, это на самом деле не литафора. Вот, это прямая цитата из того, как ходило большинство из поколений Ильцов. Я, правда, не носил ключ на шее, я всегда любил карман. Поэтому несколько раз ключи терял. Вот, мне все равно пытались указать, почему ты, мой дорогой суммулер, не ходишь в ключах на шее. Ну, потому что не хотелось. Но это никак не отменяет того факта, что большая часть ключи ты-то носила. Ну, а дальше началось поколение Next. Дальше начались миниалы. И вот этот водораздел, 1984-1985 год, он очень четко прослеживается на всякой сцене. И еще пара слов о нюансах. На самом деле, есть еще пограничники. Несколько лет до, 3-4 года до вот этой границы, 3-4 после, носят черты и того, и другого поколения. Но тема пограничников, она, как бы, они, в общем, похожи, они несут в себе и те, и те черты. И если говорить еще и о пограничных вариантах поколения, то тогда мы в полтора часа просто не уложимся. Поэтому, когда мы общаемся, имейте в виду, что на самом деле, если вы видите человека где-то в районе 84-го года рождения, это означает, что у него могут быть и те, и те проявления, поэтому будьте с ним аккуратны. А, в общем-то, с людьми другими. И еще об аккуратности пограничников и применимости теории. Дорогие друзья, теория поколения, она теория массовая. Это значит, что если мы возьмем 10 тысяч людей, родившихся в каком-нибудь, в 91-м году, при этом они будут не из сельской местности, не из глубинки, вообще из мест, где больше 10, а то и 30 тысяч жителей, по-разному считается. Да, у большинства из этой выборки будут вот такие проявления. Но когда перед вами стоит Х, вот я, например, стою перед вами, да, я представитель поколения Х, вот не надо на меня транслировать сразу все, что оно относится к поколению Х. Я могу внести в себе какие-то индивидуальные черты, особенности характера, связанные с моим личным развитием, моим воспитанием и так далее и так далее. И поэтому, да, теорию поколения применять надо, но до того, как сделать однозначный мир, о, понятно, 91-й год, Y, все с ним ясно, у него такие-таки реакции, не стесняйтесь посмотреть, оправдывали ли мы такие реакции. Поговорить, пообщаться с человеком, в общем, не навешивайте ярлыки, подходите к каждому из ваших сотрудников, из ваших волонтеров индивидуально, во избежание некоторых сложностей в дальнейшем общении. Насколько фокус обычно все-таки смещается не на поколение Х, а на поколение Y, да, это происходит почему? Потому что Иксы, они родились раньше, они занимают другие должности, вот, они чаще говорят руководителями. Либо, если этот уже руководитель Y, ему тоже не очень интересны Иксы, вот это старшее поколение, эти почти динозавры, да, вот, всем интересно, как себя ведут Ивики. Поэтому слайдика про типичные особенности Иксов не будет, его можно найти в интернете, если кому-то захочется, можно мне написать, в конце концов, это не тайна, вот, просто его здесь нет. А вот особенности поколения Y, это, пожалуй, то, что стоит немножко проговорить. Я не буду читать слайд дословно, я сфокусируюсь на тех моментах, которые здесь особенно важны. Что такое прохождение уровней, применительное к Y? Как вы думаете, о чем это вообще? Грейды, твое развитие. Грейды, развитие, еще какие-то есть идеи? Это связано с играми, компьютерами, или? Отличие. В общем, и тут этот ответ правильный, но игры в базе лежат, да. Для Y характерно восприятие многих событий в их жизни, и вообще многих этапов, как некий игровой уровень. Я прошу, я его закрою, начинал следующий уровень. Там надо набирать новые стены, надо прокачивать новые навыки. Вообще жизнь как-то выглядит немножко по-другому. Вот, это, кстати, в прикладном аспекте трансформируется в очень интересную штуку. Это так, внешне выглядит, как некая поверхностность игриков, как их переключение с одной темы на другую. И это одна из самых частых причин жалоб X на это поколение. Типовая жалоба выглядит так. Они ничего не делают глубоко. Они бы занимались одним, они переключились на другое, они разбрасываются, они поверхностные. Дорогие коллеги X, это самая жестокая ошибка, которую вообще можно совершить, когда вы говорите об игре. Вот, это даже не ошибки, это тотальный крах. Дело в том, что стиль жизни, стиль саморазвития, стиль построения карьеры в игре, он почти всегда перпендикулярен тому стилю, который был в игре X. А игреки принципиально не любят копать в глубь до тех пор, пока не поняли, что им нравится. И вот это, я хочу понять, что мне нравится, оно занимает довольно большой кусок жизни. Это и есть стиль жизни Игорька. Я попробовал себя здесь, 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 здесь. Я везде добился определенных успехов. Я составил какое-то представление об этой сфере деятельности. И вот, наконец, я нашел то, что мне интересно. Здесь я задержусь подольше, здесь я готов развиваться в глубь чуть побольше. Это нехорошо и неплохо. Это так. Вот это факт просто. Такой же факт, как то, что в лету у нас бывает тепло. На зиму бывает холодно. Попытки это кредитовать или, не дай бог, видоизменять, или каким-то образом тренировать Игорька. Давайте мы научим вас копать глубоко, не сходить с этого места, вообще остепенить, уже, да, займись одним чем-то важным. Это бессмысленная история. И источник большое количество конфликтов. Поэтому, иксы, помните об этом, иереке. Не стесняйтесь доносить до иксов, что это не ваша личная особенность, это стиль жизни поколения в принципе. Нативный, базовый случай. Это очень важный момент для понимания взаимодействия. Непонятность будущего, ну, она в той или иной степени характерна для всех поколений, по большому счету. Будущий у нас всегда будет историем по тому, я благодарен. Но для поколения Игоря эта непонятность будущего, она просто выражена значительно сильнее. Она волнует их будущее, она вносит коррективы в их жизни. И мне, Игорь, довольно сложно сказать о чёрстве, мы потом разберёмся. То есть идёт, как идёт. Ему хотелось бы чуть более прогнозировать историю, или хотелось бы снять какие-то определённые стрессы, тревоги, беспокойства по поводу будущего. Потому что изменения высоки, изменения скоростные. И что ещё особенно обидно, поколение Игоря очень прилетели вот эти социальные изменения 90-х годов. У них не проговорены базовые смыслы. Что такое любовь? Не важно, чему, родине, там ещё чему. У вас побудете, пожалуйста? Ну, любовь – это нечто безусловное. У них есть любовь? Отлично. То есть мы видим, что представители попадения Икс есть формазовка о том, что такое любовь. Не важно, правильно она или нет, она есть. А вот у Игоря относительно базовых вещей – любовь, честность, справедливость и так далее – зачастую базовые смыслы не проговорены. Не все, конечно, но очень многие из-за этого вопроса, что ты имеешь в виду, говоря о том, что это справедливо или нет. Как ты понимаешь справедливость? А можно ли мне дать какое-то понимание того, что мы говорили на одном языке? И этот момент надо учитывать. То, что безусловно для Иксов, для Игоря всегда безусловно для Игоря. И если об этом забыть, можно получить странную историю. Вы действуете, предполагая, что Игорь вас понимает однозначно. А он не понимает однозначно, что вы указанные условия не забыли. Вы не разъяснили те вещи, которые вам кажутся элементарными. Ну и сюда же примыкает отсутствие понимания того, как развиваться, чтобы соответствовать будущему, которое наступит. А из этого закономерно вытекает, между прочим, сверхценности и часа. Опять-таки, если говорить о сравнении. Для Икса. Вот сейчас очень ценный момент. Прекрасный просто. Я хочу жить здесь и сейчас. Но Иксы достаточно много думают о будущем. О далеком будущем. О длительной горизонте планирования, простраивания каких-то возможных сценариев. Все эти красивые слова, они больше характерны для Иксов. Для Иксов этот горизонт заметно меньше. Их точка зрения очень проста. Когда наступит будущее, тогда и будем разбираться с этим будущим. Не надо меня грузить сейчас вашими десятилетними. И пятилетними не надо. И, кстати, не надо меня грузить, если здесь есть печально, такой истории, как будущая карьера. Ты сможешь достичь большего, если будешь работать 10 лет в этой компании. Сейчас мы тебе покажем, как устроена в нашей компании карьерная лестница. Сейчас мы тебе расскажем, как, переходя с грейда на грейд, ты сможешь повысить свой уровень по страховке, еще что-то. А эти сказки, это реальность, существующая в компаниях. Это все на лицо проходит. И говорит, вот так, вообще неинтересно. Вот через два года я стану начальником. Не надо через два года начальником. Давай вот сейчас конкретную задачу, конкретно озвучить, пожалуйста, сколько за него будет денег, выплатите эти деньги. А если мне дальше будет здесь интересно, я хорошо, я и начальником соглашусь поработать. Но когда до дела дойдет, тогда и будем разговаривать. Похоже? Поделитесь, пожалуйста, по-другому, 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 по-другому. Ну, так и есть. Я посетил, в том числе, я служил, потому что я самым начальником этого поколения Y. Но те, кто в 2000 году нас подходит, вот прям точно так. А сталкивались с тем, что какие-то сложности на работе вызывали? Дело в том, что у нас самый главный босс как раз X. А все, практически весь основной персонал, а не Y. И вот именно очень сложно как-то понимать нас. За деликатными словами «это очень сложно» Каждый из нас может нарисовать себе картину в цветах и красках. Как это сложно на самом деле, когда босс у вас X, самый главный, а все остальные, или почти все остальные, Y. И как воспринимает босс заявление Y о том, что они думают о его словах? Ой, как много будет интересного. Следующие два пункта, о них поговорим чуть дальше, но сейчас я просто так напоминаю. Для Y характерен очень специфический стиль общения. Не только в смысле построения коммуникационной стратегии и выбора целевой аудитории, но и в смысле конкретной прикладной реализации этого стиля общения. Y говорят другому как. Y не любят сидеть одной на ночь и шутаться. Мужцы будут участвовать, но это характерно для поколений X. Для Y это вообще не очень хорошая идея собраться где-то на двоих кабинетах, скажем, у какого-нибудь коммерческого директора, проговорить какую-нибудь историю, а потом аккуратненько транслировать это всем остальным почти что на уровне слуха. Вот так не надо, говорит Y, а можно собраться всем, а можно громко и ясно сказать, кто за что отвечает, кто что получит, у кого какие проблемы, сложности вообще. Вот эта громкость и способность, и желание проговаривать все открыто, это примерно так же сильно выраженная тема поколения Y, как и склонность к призыванию как к прохождению уровня. И здесь я тоже попросил бы вас на этом как-то не просто сконцентрироваться, а отметить себе, что если эти два фактора не учитывать, это прямой путь к конфликтам в компании, к высокой текучести кадров, к скандалам, к обвинению Y в том, что они слишком лезут в какие-то детали и вещи, тебе надо все больше всех. Тебя же сказали, что делали, почему ты недоволен? Он недоволен тем, что с ним не говорим прямо, а открыто, четко, ясно и подробно. И последний пункт, он стоит последним по списку, но вовсе не позначено. Это ценность жизненного баланса. И я, конечно, расскажу, о чем будет речь, но я бы попросил высказаться и тех, кто занят. Что это такое ценность баланса? Ну, я думаю, чтобы работа не отнимала столько времени, чтобы не хватало времени на что-то, что действительно любишь. Ну, и так во всем. То есть какой-то баланс, чтобы не было перекоса. А могу ли я поинтересоваться вашим годом рождения? Восемь-девять. А вот вам точка зрения Игорь. Ясная, четкая. И никаких уточнений, что ты имеешь в виду под балансом. Да, вы сейчас вообще о чем, Денис, это что такое баланс? Вы просто спросили. Все очень понятно. Баланс – это я не готов жить на работе. Точнее, готов, но при определенных условиях, и не на совсем. Я не готов жертвовать чем-то, что для меня не менее важно, чем работа. Не надо лезть в мою личную жизнь. Не в смысле интересоваться ей, а в смысле пытаться отъесть мое время, отведенное на личную жизнь. Она для меня важна. И если ты, начальник ПК «Леникс», рассказываешь мне, как ты в 18, 19, 20 лет приходил на работу в 8 утра, выходил в 22 часа только для того, чтобы слегка помыться, сменить футболку и чуть-чуть поспать, и потом обратно работать, то это твои проблемы, что ты был такой странный. А у нас не так, мы молодые греки. Мы не такие. Мы хотим не только работать, но и отдыхать, жить, иметь хобби и так далее. И не на пенсии, а сейчас. Вот смотрите, здесь все сходится в один круг. Жажда баланса, цельность сейчас, готовность проговаривать. Игреки очень цельные, на самом деле, поколения. И, что очень приятно для тех, кто с ними работает, очень открытые. То есть, если вы готовы с Игреками говорить, они с вами будут говорить. Надо довольно сильно постараться, чтобы сделать так, чтобы Игрек замолчал. Я расскажу, как это делают Иксы, как они умыряются добиться выгорания Игреки, что не очень просто. И как вообще возникает вот эти искры между разными поколениями. Игрек. Игрек.